Я надеюсь, что у нас, конечно, сказано, что у нас звездочек ЧДН. Итак, почти все ЧДН уже есть. Итак, я предоставляю слово проекту Миноксю. С этого слова стратегии продвижения А и Б. Так, кстати, я должна сказать поздно, что вторая часть проекта касается именно маркетинговых дидж-дилл-дюжений. То есть большая часть этих проектов сделана по кейсу Айбэн, по маркетинговой стратегии продвижения нового банка, итерактивного банка с названием очень резким Айбэн. Так что все последующие работы так иначе связаны и инициированы с этим названием. Стас, я даю тебе слово, три минуты. Добрый вечер. Итак, я предоставляю компанию FoxCube. И на данном этапе мы разработали кейсу Айбэн, компания Айбэн, которая нас сотрудничает ищет новые интересные инструменты для продвижения. В эти два дня, как вам кажется, мы успеем рассказать вам интересный проектип, который попытаюсь сейчас вам показать. Если представить, что этот экран – это экран, положенный в кофемоде или в Москву Сити, а я клиент Айбэн, поэтому на телефоне есть положение моего Айбэна, и я незабережно пробудусь на этого экрана, и я даже не набежу две экраны. Эй, Алекс, это медаль, я не взлетаю на тебя. Айбан с тобой всегда по-другой. Зажигай вместе с нами. Важно отметить, что в центре этого зародительства находится мобильный телефон клиента, и вот такое устройство – Bluetooth. Мы знаем, какой именно клиент проходит в нем, поэтому мы можем показать вам что-то интересное и персонализированное. Например, вот этот музыкальный ролик, который соответствует вкусам этого клиента. И как мы считаем… Вот этот новый эффект, ситуация его эффекта. Как мы считаем, это подобное рекламное сообщение увеличивает влияние туристующих клиентов, а также привлечет новых, которые в данный момент находились в этой квадридности и видели на своем интересном взаимодействии. Понятно, что применение этого инструмента не ограничивается в багажном видеоролике. Мы можем заставить существующие физические объекты, двигаться, какие-то мелодии можем персонально не играть. Вот этот шанс может летать вверх, опускаться. То есть тут ограничений нет. То есть это инструмент. Наша гипотезная монетизация, что мы можем в рамках стандартной рекламной модели стандартного подхода хладить за рекламные сообщения в сети формате и так далее. Плать пройденется за охлад. В какой-то, наверное, в большей мере, потому что наши сообщения мы считаем более эффективными. Вот наша команда. В общем, на этом хакатоне мы хотели бы найти точки взаимодействия с фирмой для организации какого-то пилотного проекта, с использованием подобных инструментов. Плюс у нас есть множество очень интересных наработок, именно с использованием железа, и готовы рассмотреть какие-то предложения. Спасибо. Станислав, спасибо большое. Вот вопрос такой. А сколько в 8-моле людей включено в блютос? Один. Процент. И есть официальные цифры. Понятно, что... Сколько есть официальные цифры только в процентах? Нет. Но официальные цифры... Подойдем, мы сложим, как конкретное решение для конверсии. Посмотрим, как инструмент конверсии, правильно? Может, улучшение лояльности. Открывы продавцы. Конкретные условия. Вопрос такой. Это зависит от того, сколько людей в поиске ученого блютуса. Нет. Есть какой-то количество людей, которые выходят в блютус, когда им не нужно его включать. И есть какой-то количество людей, которые... А если... Какой? Какой? Какой вопрос? Вы опять говорите. Сто процентов не могут. Из них смогут договорить, но у тебя что-то конкретный вопрос. Да? Какой лицо? Это не отчет, да? Нет. Давайте рассмотрим какие-то конкретные кейсы. У клиента и парка есть приложение. Да? Приложение, если оно попросит включить блютус, то какая-то довольно большая часть включит блютус. Почему? Какая-то большая. Ну, надо объяснить нету, что он получит. Правильно? А как оно попросит? Можно я встакулись даже со докладчиком? На самом деле, с тем... По камере, да? Будут появляться всякие часы и все остальное. Блютус в большинстве людей будет включен постоянно. На самом деле, проценты будут расти. Сейчас он, правда, небольшой. У меня свой вопрос есть. А сколько стоит сейчас, в промышленном масштабе, это какой-то приемник, который будет занять блютус и устройство? Он стоит? 10 долларов. А сейчас или в промышленном масштабе будет стоить? Повышленном, дешевле. Может, 5. А вы какой-то универсальный протокол используете интеграции с разными интерактивными... Нет, здесь нужно будет, наверное, несколько, наиболее установленных. Модели жилья в кузовах, которые проводят экраны. То есть, в нашем городе самые распространенные экраны это диджитал-удор конструкции, диджитал-удор конструкции. Вы с ними можете интегрироваться? Конечно. Мы можем вставить вот такой же маяк, только мы со сплавными USB-домбы. Мы вставим вот телевизор, и, соответственно, какая-то интеграция потребуется, но нормальная. То есть, через USB вы будете создать свой маяк, геонетический, где угодно, может быть. Ну, какие-то германные, что нет. И маленький еще второй вопрос. Вы говорите, что вы хотите взять оклады, и в следующем продаже окладов, где вы будете взять оклады? Вы считаете тех, у кого вы... Ну, как, в мире, оклад сейчас люди, которые продают ресурсов на конструкцию? Они считают, что примерно сколько людей платили им. То есть, у них есть какие-то модели, они говорят, вот сколько проходят. Все на рынке, примерно, представляют, да? Что, наверное, так и есть. И мы за это деньги. Но мы сможем, кроме того, дать еще количество титулов, с которыми взаимодействие произошло. И там, сделав определенное допущение, что плюс в одну площадь, и вся человека тогда увидели, мы сформировали какую-то модель. Не совсем так. Потому что меряют они таким образом, что они меряют для социальных конструкций, ведь они снимают социальные организации, которые регулярно считаются счетчиками. Если вы говорите, какие-то свои конструкции отдельные, которые не социальные... Мы, скорее всего, решили по партнерству именно с существующими сетями. Но тогда, на самом деле, рекламу будет продавать не сети, а мы бы, поэтому, в этом лучшем случае, на какой-то процент сядет к этой сети, и вам, в принципе, не нужно думать тогда об оплате. То есть, на самом деле, вашей модернизации тогда не продажа рекламы, а партнерство с этими сетями? Ну как? По-другому никак. Просто не. Члены жюри часто бывают люди, которые профессионально занимаются, в частности, там, рекламы или что? Вопрос по... Мы еще... Эта к Абитамы уже имеет какой-то отношение? Имеет прямой. Прямой. То есть, это Ай-Ди-ка. Нет. Ай-Ди-ка это формат, который... Ну, скажем, это маячок, и Ай-Ди-ка на Капа-Типов, да? Ай-Ди-ка на Капа-Типов, да? Ай-Ди-ка на Капа-Типов, да. Что там внутри еще в Ай-Ди-ка на Капа-Типове есть? Да. И пропагнитарный формат наших пакетов, который мы используем. Поверх стандарта 24. То есть, Ай-Ди-ка, на которых формат пакета, поверх стандарта 24. У нас свой формат. То есть... Есть еще... Вот Google... Да, я понимаю. Эти столы, вот почему он формат пакета? Ай-Ди-ка на Капа-Типов, да? Или... То, по Капу-Типов, да? То есть... Ай-Ди-ка на Капа-Типов... Продолжение следует...